Город красивый и комфортный для работы и отдыха. В России изменился порядок согласования архитектурного облика зданий. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в прошлом году. Но чтобы согласовать архитектурно-градостроительный облик, необходимо создать правовые условия. Муниципалитеты должны внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Проект изменений прошел общественное обсуждение и сегодня был вынесен на рассмотрение депутатами городской думы. В заседании приняла участие глава Самары Елены Лапушкина. Депутаты внесение изменений поддержали. Изменения в правила землепользования и застройки позволят определить границы территорий, для которых предусматривается процедура согласования архитектурно-градостроительного облика. Это прежде всего позволит поднять стандарт тех объектов, которые строятся на территории города, улучшить их архитектурный облик. Но делать это необходимо неволюнитуристически, а комиссионно, на основе рассмотрения этих предложений людьми, которые определенной компетенцией обладают в этом вопросе. И на основе тех конкретных требований, которые понятны и застройщикам, и архитекторам, так как они обязаны будут эти требования соблюдать. Регламент определяет требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам зданий. Могут быть установлены также требования к цветовым решениям, к отделочным и строительным материалам, к размещению оборудования на фасадах и кровлях, к подсветке фасадов. Это будет касаться новых объектов, либо тех, которые реконструируются. Следующий этап – работа над проектом регламента об оказании муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.